Здесь в городской типографии периодически рождаются местные информационные печатные издания. В частности, из Танка выходят Кумертауское время и Юшатырь. Каждое по-прежнему наполнено местными новостями. Время на русском языке, Юшатырь на башкирском. Сегодня отмечают главные редакторы, печатная отрасль, как и большинство производств, переживают не лучшие времена. Читатель уходит в интернет, предпочитает электронные версии изданий или вовсе перестает интересоваться переводикой. А некоторые просто не могут позволить себе потратить деньги на подписку. Тем не менее, городские газеты остаются на передовой войне за самую читающую страну. Не могу сказать, что очень отрадно что-то, но, по крайней мере, мы набрали тираж такой же, как был в первом полугодии. Это 4100 экземпляров. Тираж не упал. Конечно, госзадание, которое нам поставил президент республики, оно недостижимо. Это 5700 экземпляров. Все мы понимаем, что экономическое положение в городе нельзя назвать легким, поэтому мы уже рады тому, что есть. Подписка, ну, не можем похвастаться, скажем честно, но в то же время говорить о том, что ситуация слишком плачевная, я бы не стал. Потому что мы набрали столько же, сколько мы имели. Подписаться на газету сейчас можно несколькими способами. Есть варианты получать издание на электронную почту, забирать в одном из ближайших магазинов или в своем почтовом ящике. Наиболее бюджетной из этих вариантов электронная версия. Для оформления подписки необходимо обратиться в редакцию газеты или прийти на почту в соответствующее отделение. У нас сейчас своя служба доставки, у которой есть четыре почтальона. И наша редакционная подписка в разы дешевле, чем через почту России. Поэтому на это полугодие почта России из всего тиража нам сделала всего одну треть. Остальное наша редакционная подписка. Меняется время, меняется читатель, ничто не стоит на месте. Городским газетам тоже приходится искать пути для развития. Однако прежними остаются материалы изданий со своей объективностью, неравнодушием и чутким отношением к читателю. Возможно, именно поэтому местные здания по-прежнему интересны многим горожанам. Тут отвечает очень много новостей, как городских, так и республиканских. Ну и также можно узнать все-все-все новости. Про все пишется, как живет город, как живут люди. Не только у нас, и везде. Так что нам нравится. Ну а как можно без газеты? Там же все новости городские. Я не представляю, как это люди не уписывают газеты. Я это не могу представить себе. Ну вот как жить в этом городе и не знать новости.